В России участились проблемы с авиацией. Это может быть связано с влиянием западных санкций, введенных против Москвы из-за вторжения в Украину. Механические неисправности у российских самолетов представляют собой серьезный риск для безопасности пассажиров. Об этом говорится в материале издания Wall Street Journal, опубликованном в воскресенье 4 февраля. По данным журналистов, число авиапроисшествий в РФ за последний год выросло более чем в два раза. В 2023 году российские авиакомпании зафиксировали как минимум 74 происшествия, связанных с поломками оборудования. Это на 38 больше, чем в 2022 году, подсчитала немецкая исследовательская компания. При этом, как отмечают специалисты, в большинстве случаев серьезного ущерба или катастрофы пока удавалось избежать, однако постоянные технические неполадки увеличивают риск для пассажиров и усиливают нагрузку на пилотов. По мнению экспертов, причина многих поломок во введенных против России санкциях. Страна лишилась возможности закупать запчасти для самолетов, производить критически важные обновления программного обеспечения и проводить должным образом техобслуживание бортов. Из-за нехватки шасси и тормозов авиакомпании вынуждены перегонять самолеты на техобслуживание в Иран. Кроме этого, есть проблемы с деталями для тренажеров. Это может помешать Москве в обучении новых пилотов. Безопасность в авиации – это безусловный приоритет. Поэтому, как говорят в авиации, все правила авиации написаны кровью. В некоторых сферах технологические проблемы уже стали очевидны всем. Это, например, авиация. Официальная публичная презентация первого в Новой России гражданского самолета «Сухой Суперджет-100». «Сухой Суперджет» – главная гордость российского гражданского авиастроения. Выпускать его задумали больше 20 лет назад, то есть почти одновременно с приходом Путина, а первый полет был совершен в 2008 году. «Суперджет» должен был продолжить славную историю качественных, но уже порядком одрехлевших советских самолетов и составить конкуренцию «Боингам» на внутренних авиарейсах. Задачей максимум была продажа «Суперджетов» в другие страны. «Я уже 12 лет слышу про этот успех, когда он первый раз полетел. Вначале нам говорили, не критикуйте самолет, у него еще детские болезни, он должен пережить. Ну вот уже ребенок вырос, а все никак детские болезни не избавятся от детских болезней. Какой-то ребенок недоразвитый получился. Вот. Поэтому будем надеяться, что исправят эти косяки все. Но он же не наш самолет. Он пока не наш самолет. Он наш будет тогда, когда 100% он будет сделан из наших комплектующих. А пока там комплектующие иностранные, ну как его можно считать нашим самолетом? Его сделали так специально для того, чтобы легче было его сертифицировать. Раз. Во-вторых, продавать его за границу. Ну, попытались там его продать в армянской авиалинии, там еще что-то в Индонезии, я сейчас не помню уже куда. Ну, вернули их обратно, эти самолеты. То есть там много проблем связаны еще с другими вещами, с логистикой запчастей. То есть непродуманно вот эта вот вся схема работы этого самолета была непродумана. Поэтому очередь за ним не выстроилась из покупателей. Ну, пришлось эксплуатировать сами. Ну, и по сей день какие-то вот эти вот поломки нескончаемые, то одно, то другое. Ну, вот и дергает, это издергало и экипажи, и пассажиров, которые все время из-за этого задержки рейса происходят. Подробный разбор составляющих самолета делали наши коллеги из-за здания проект. Суперджет на 70% состоит из иностранных деталей, французских, американских, итальянских. И он, конечно же, разом лишился запчастей после введения санкций и начала войны. Но деваться некуда, и именно такие самолеты сейчас летают между и над российскими городами. При этом еще в середине прошлого года основные эксплуатанты самолета Сухой Суперджет-100 пожаловались на отказы и неполноту информации во встроенной навигационной базе самолета. Если так пойдет и дальше, то из 150 самолетов такой модели, которая сейчас есть у российских авиакомпаний, к 2030 году останется в лучшем случае не более 30. И если бы все проблемы ограничивались только Суперджетом. В последнее время участились случаи шасси и двигателей. Ну, у всех самолетов, не только Суперджет. И за последнее время было выявлено гостранснадзором, по-моему, там что-то около 2000 случаев, когда запчасти были просрочены просто. Случай недавно, да, в Якутске, по-моему, взлетал самолет, когда лопнуло колесо, резина на взлете, вот буквально недели две назад. Почему лопается колесо? Потому что оно лысое, его надо менять в связи с тем, что трудности, а пусть еще полетает. Ну, вот так. Мне видится вот так проблема. А пусть еще полетает. Он взлетает, колесо лопается, а резина отлетает в разные стороны и повредила там предкрылки, что-то там на крыле образовались мятины, там надо менять. Вот, пожалуйста, такой простой пример. Вы сэкономили на резине, а теперь вы будете менять предкрылки, которые стоят дороже намного. Вот вся ваша экономика. Из-за перебоя с поставками запчастей российским авиакомпаниям уже сейчас пришлось отступить от прежних международных стандартов безопасности полетов. Но даже при всем этом отмены рейсов происходят едва ли не каждый день. Для примера, рейс из Тюмени в Новосибирск, назначенный на 10 января, задержался на 20 часов и в итоге стартовал вечером следующего дня. А 15 января один из лоукостеров сначала отменил рейс из Санкт-Петербурга в Дубай, затем назначил новый и переносил его около пяти раз. Общее время задержки составило около 30 часов. Авиация должна работать спокойно, в спокойном режиме. Конечно, нам нужны свои самолеты, что сейчас пытаются в пожарном порядке решить эти вопросы все. Надо было это давно заниматься, лет 30, наверное, там последний. Но пошли по другому пути, брали самолеты в лизинг, доказывали, что это лучше, чем производить свои самолеты. Но мы все, те, кто работает в авиации, мы все с этим были категорически не согласны. Но вот теперь они сами пришли к тому, о чем мы говорили все эти годы. Теперь только, если раньше это можно было делать в спокойном, рабочем порядке, то теперь это в пожарном порядке. Но если авиаторам нужен повод для оптимизма, то они могут обратить свой взор в сторону автопрома. Там все еще хуже. Настолько, что проблему пусть и с улыбкой пришлось признать даже Путину. Виноват во всем, конечно же, Запад. Самое большое падение производства у нас, к сожалению, состоялось в автомобильной промышленности. Как раз из-за действий наших так называемых партнеров, теперь уже, скажем, бывших, они повели себя в высшей степени некорректно, нарушили все свои обязательства. И у нас падение в автомобильной промышленности составило свыше 60%. Вообще Путину такая откровенность обычно не свойственна. Правда, столь же быстро поток правды у него и закончился. Предприятия работают. Это произошло благодаря активным действиям правительства, да и некоторых региональных властей. И работают хорошо. В строгом соответствии с графиком, по плану, все поставленные задачи успешно решаются. Продолжение следует...